Всем привет! У нас сегодня с вами пересадка неоднозначной барышни. Почему неоднозначной? Вы знаете, это особо после покупки не пересаживалось мной, но достаточно такие улучшающие действия я, конечно, делала. Здесь был убран цветонос, сомнительное место, было обработано споробактерийным. Вы знаете, ситуация в горшке хорошая, корневая хорошая, но сейчас она пить хочет, поэтому немножко поникли листочки, несмотря на то, что у нее, конечно, корешочки имеют оттенок совсем не тот, при котором я поливаю растения. Здесь, знаете, вот смотрите, что она отрастила, да? Косы у нас, вот такие косы, вот, в пору заплетать. Вот она, смотрите, они тут, наверное, по 60 сантиметров. Вот такие вот хвосты в варианте корней. Но, что я вам сегодня хотела показать-то, посмотрите, что у нее происходит. Вы когда-нибудь такое видели? У нее, знаете, что было? После того, как эта орхидейка попала ко мне, вот после, так, сколько же у нее? У нее, наверное, ага, вот, смотрите, самый первый лист, который она отрастила в моих домашних условиях. Почему я делаю такой вывод? Потому что вот этот листочек, он относительно вот этого листочка, он меньше. Потому что все-таки перекорм оранжерейный, об этом в каждом видео практически я вам говорю, имеет место быть. Это заметно становится при домашнем уходе уже и при появлении домашнего листочка. Как правило, обмельчание происходит. Но потом вы посмотрите, что произошло. Такое ощущение, что из точки роста этой орхидеи захотела пойти детка. Смотрите, вот у нее такие листочки, видите, вот он листик, вот он листик. Какое-то, вот знаете, странно. Потом такое ощущение, что все-таки та детка, которая была дана из точки роста, она была пробита листьями мамы, проснувшейся точкой роста мамы. Как-то странно все. И произошло какое-то прорезание. Вот смотрите, листик с этой стороны, листик с этой стороны маленький. И вот, вот смотрите, полноценный вот такой листик, прям вот как будто бы точка роста детки. Но вот это, что, как называется, стоп детка. Я вот не понимаю, для детки произошел стоп, она не развивается. Я очень долго наблюдала эту ситуацию. Где-то в районе 7 месяцев происходила такая картина. Листики орхидеи росли, без проблем, все было хорошо, корни росли. Но детка развиваться не стала. Мне было интересно. Я думала, что из этой пазухи обязательно пойдет малышка. Но пока у нас этого не происходит, будем наблюдать дальше. А сегодня мы вместе с вами отправляем эту красавицу в посадку, в пересадку. Я это хочу сделать, потому что потенциально эта орхидея, она показывает рост, динамику роста. Листочки растут, корни раскукленные у нее. Вот они видны. Новые корни появляются. И поэтому я сейчас вместе с вами это, конечно, сделать нелегко. Потому что корневая система, вы видите, какая. И чтобы не повредить корни, мне нужно делать это крайне аккуратно. Поэтому самое интересное, что это очень красивая орхидея темно-бордового оттенка с черна. Очень красивая, не мелкоцветковая. Она среднецветковый размер имеет своих цветочков. И сейчас я буду вот так вот, крайне аккуратно, отвернув от камеры, высыпать грунт. Потому что по-другому никак, вы видели. Я расправила корни, чтобы мне их не повредить. Сейчас мы с вами рассмотрим ту ситуацию, которая есть в горшке. Эта орхидейка поливалась мной с учетом того, что торфяной стакан был немножко усечен от шейки. Я его, то есть, убрала от шейки, этот торфяной стакан. Но, так, ну давай уже, выходи, выходи. Но сама орхидейка, она, все, пошла, красавица. Она внизу торф-стакан имела. И поэтому у меня поливы-то были с учетом наличия торфяного стакана в посадке. Вот, видите, я его тут убирала. Вот здесь видно, его здесь нет. Относительно расположения шейки. Это хорошо. Смотрите, вот торфяной стакан, он даже еще находится в фиксаторе пластиковом. Я думаю, мы сейчас вот так сделаем. В фиксаторе пластиковом, да? Вы это видите. Вот. Но он сухой. Он вообще превратился в труху какую-то. Сейчас я его вот так вот сниму сюда. Потому что, вероятно, какой-то процент грунта у меня пойдет в посадку ее старого. Вы знаете, что я люблю это делать. Посадка от производителя. Смотрите, какая была. Колотый керамзит и мелкая архиата. В принципе, хорошая такая посадка. А, пить захотела. Думаю, что она у меня поникла. Она у меня пить захотела. Сейчас я быстренько разломаю этот пластиковый стаканчик. Он уже превратился, знаете, в очень ломкое такое, ломкую субстанцию. Этот пластиковый стаканчик, он ломается руками. Вот так. Снимаю крайне аккуратно. С минимальными какими-то повреждениями существующих корешочков. Все делаем предельно аккуратно и внимательно для растения. Расплетать вот этот вот ком корневой я даже близко не собираюсь. Конечно, сейчас я почищу те корешочки. Но вот они сами сходят, которые у меня в посадку не пойдут. Смотрите, вот такая вот корневая система с частично просушенным виламеном и дальше зеленые корни. Вот они видны, да? Я вообще никуда трогать не буду. Вот как оно есть, так оно все у меня в посадку пойдет. Единственное, что я сделаю, это укорочу старый цветонос. Наверное, мне нужно взять более жесткий секатор. Ох, у меня тут все летает. Как я пересаживаю, все. Все летает. Во все стороны. Кору собираю вплоть с коврано в спальне, который располагается тут рядышком. Снимаем чешуйки. Максимально убираем подсушенные корешочки. Вот они видны. Сейчас я его выпутаю и уберу. Могу, знаете как, просто вот так снять оболочку. А тяж я оставлю. Пусть будет. Как правило, в посадках эти тяжи, оставленные мной, они никогда не пропадают. Вот и все. И вот в таком состоянии у нас орхидейка вместе с вами пойдет в новую посадку. Что и как я буду делать еще не думала, не подготавливала. Потому что мне, я всегда, вы знаете, в начале достаю из прежней посадки, рассматриваю корневую, уже относительно увиденного, принимаю решение о той пересадке, которая будет сделана для этой орхидейки. Сейчас я все подготовлю и мы с вами продолжим пересадку. Подзачистила я шейку, основание кое-какие. Вот здесь вот пенек. Чуть-чуть подрезала пару корешков стареньких, вот таких вот желтеньких убрала. Вот это нормальные абсолютно корни. Просто они росли в условиях отсутствия прямого света, в условиях отсутствия фотосинтеза в них. Убираю вот этот вот листочек, который был самый последний, самый низкий. А почему решила убрать? Все-таки, вы знаете, новая посадка. Я сейчас сделаю такое достаточное заглубление относительно новых корешков. Вот, видите, вот этих новых корешков. Я хочу их в посадку определить, поэтому я сейчас решила убрать этот листик. Все. Все остатки с этого листика я тоже убираю. Вот этого листика вот здесь. Смотрите, под этим листом очень много было закукленных корней. Как-то, знаете, вот вроде корневая хорошая, растение взрослое, мощное. А вот все равно, понимаете, не появляются вот эти вот новые листья. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь у нас все хорошо. Ну и все, мы отправляем орхидейку в посадку новую. Так, здесь вот, смотрите, вот такое фиолетовое основание. Я думаю, вы понимаете, про что я говорю вот здесь, да? Очень часто этот вопрос волнует людей, которые думают, они фузариоз ли у орхидеи. Ну, как видите, орхидея вполне здорова. Никаких фузариозных проявлений на них нет. И вот, смотрите, видите, естественная окраска. Вот она, листочка нового. Вот она говорит о том, что это все-таки естественный окрас орхидеи. Все, мы готовы в новую посадку. Вы знаете, что я сейчас, конечно, перед тем, как посадить эту орхидейку в новую посадку, я замочу корневую систему в препарате стимул антистресс. И плюс прекрасная подпитка корневой системы, системы в варианте L растительных аминокислот. Это позволит и снизить стресс, и подпитать растения. Тем временем, пока орхидейка будет находиться в этом составе, полчаса в стимуле, стимул разводится 1 ампула 2 мл на 200-400 мл воды. Вот сейчас я ампулу разведу на 400 мл воды. Погружу корневую систему туда на полчаса. Мы готовы к посадке. Корневая система на поверхности оболочки не мокрая, но увлажненная. Вы видите, да? Все воздушные корни мной были опрысканы. Причем, знаете, чем у меня стояла? В стимуле была основная корневая система, а воздушную я опрыскала. Была у меня готова, был готов раствор с триходермой. Просто оставался. Сегодня я работала с реанимашками, поэтому у меня растворчик остался. Я пропрыскала все корни. Пропрыскала, кстати, я стимулом, в котором стояла орхидейка, основная корневая система, мох, тоже немножко так увлажнила, потому что я всегда работаю с увлажненным мхом. Немножко взяла коры из ее прежней посадки с колотым керамзитом, но колотого керамзита там мало, в основном выбирала кору. Все добавлять не буду, потому что кора уже потеряла свои свойства. Она превратилась в труху. Поэтому самые плотные крупные кусочки я выбрала. Далее буду использовать в посадку архиату фракций 1825 и 1218. То есть средняя фракция и самая крупная в линейке архиата 1825. Горшок Каппадоке. Голову сломала сейчас. В какой же мне горшок посадить? Потому что все-таки уложить воздушную корневую систему в горшок. Ну, задачка еще та, могу вам сказать. Сейчас, конечно же, какие-то корешочки чуть-чуть потреснут воздушные. Но, так как у меня кора сухая идет в посадку, я думаю, что мы справимся вот так в этот горшок Каппадоке. Так, на дренажном уровне у меня керамзит с крупной фракцией. На дренажный уровень я кладу немножко мха. Причем вот совсем чуть-чуть. Вот сюда, вот сюда на кору. Значит, на дренажный уровень кора 1825. Потом у меня идет мох увлажненный. Чуть-чуть увлажненный по вот так, по краю относительно стенок. Какая роль у мха? Так как посадка автополив, он будет хорошо передавать более высоким слоям коры. И увлажнение, водичку, продвигать немножко. Вот чуть-чуть, вот так. Я начинаю укладывать корневую систему. Вот, я буду стараться, конечно, сработать крайне аккуратно. Но, все равно, процент протрескивания корней у меня случится. Потому что, как можно уложить корневую систему? Большой горшок брать в этом случае нет смысла. Основная корневая система, она относительно размера горшка, это размер 3. Трешечка. Каппадоке. Поэтому, сейчас мы с вами будем укладывать корневую систему. Могу вам сказать, задачка еще та. Вот, потихоньку. Вот, что я добивалась именно вот этим вот увлажнением. Вот этих воздушных корешков, опрыскиванием. Потихоньку, начиная вот так вот крутить растение относительно. Вы видите, да, относительно ее воздушных корней. И она потихоньку вот так вот присаживается у меня в посадку. О, ну все тут замечательно. Она уселась именно так, как мне нужно. Сейчас еще кое-какой корешок нужно вкрутить. Вот так, вот так, вкручиваем, вкручиваем растение. Все. Слушайте, ни одного корня не треснуло. Вы слышали? Ни одного. Ой, как я боялась это делать. Я тут сейчас голову сломала. Я и 2,2 горшок брала. И брала арте 3,5. Думаю, нет, 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 нет. Я понимаю, что, конечно, она хорошо сядет, корневая в арте 3,5. Я имею в виду воздушная. Но относительно основной корневой системы, все-таки это будет сильно большой горшок. Теперь я распрямляю корни внутри посадки. Я всегда так делаю, чтобы у меня корневая все-таки свойство, свойство корней орхидеи, это расти, вращивать свою корневую систему именно там, где источник света. То есть корни орхидеи, они всегда идут к стенкам горшка, растут. Вот, слушайте, вот это дело. У меня даже и воздушный корень малюсенький вот этот уйдет сюда. Конечно, орхидейка относительно посадки, нет, она не сместилась. Слушайте, какой хороший горшок. У меня еще виноградинка есть. Вот это вот трешка, а виноградинка, по-моему, 3,3. Горшок Дуня. Это я называю виноградинка Горшок Дуня. От производителя идет. Слушайте, название, имя такое смешное у горшочка. Но вы знаете, оно такое милое. Вы просто не представляете. Для меня это просто нечто. Так, что я здесь сделала? Я сейчас вот расположила растение. Она у меня вот так немножечко вот так фиксируется. Я, знаете, что хотела еще относительно именно места срывания листика, одного листика, я хотела припорошить немножко споробактерином. Я так делаю, потому что шейка в этой области, где лист снимался, она будет погружена в посадку. Поэтому вот так кисточка и просто очень аккуратно там, где у меня листик снимался, я вот так вот чуть-чуть присыплю, дабы мне подсушить это место. Все. Споробактерин. Я прикрываю все снятое, там прям такая живая ткань, с которой сняла я листочек сейчас еще с этой стороночки. И поэтому я просто немножко вот так вот припорошу споробактерином вот это место. Ой, слушайте, отлично. Он и подсушит, он и профилактирует споробактерин. Это две споры в одном препарате. Бациллус субтилис, наш фитоспорин, да, бациллус субтилис, сенная палочка. Плюс триходерма. Вот в этом вот порошочке. Вот он как выглядит. Продается, кстати, он в садовых центрах я покупаю, но продается, говорят, появился в фикс-прайсе. Я не пробовала, не покупала, не знаю, какое качество там споробактерина. Так, но могу сказать, что вот за пакет вот такой, здесь у меня 20 грамм, я отдаю 150 рублей в садовых центрах. Я не знаю, сколько он в фикс-прайсе стоит. По-моему, там и граммовка меньше. Ну, замечательно. Слушайте, какая лепота получилась. Я, если честно, вообще не ожидала. Для меня, вот эта орхидея, если честно, я ее достала из ее места произрастания. Это стеллаж около стены, она у меня росла. Где мои руки вообще никогда и даже туда не стремились, не доставали растения оттуда. Тут сняла. Думаю, надо пересадить. Она у меня простояла целый месяц вот на этом столике. Я все никак и никак, никак и никак. Все, поехали. Беру орхиата 1825. А тут сегодня, видите, все-таки как-то так звезды сложились. И я решила ее побаловать. 1825 кора. Присыпаю. Именно то, что я перед расположением корневой системы добавила в горшочек. Присыпаем более крупной корой. И, вы знаете, вот могу сказать, по моим наблюдениям, вот эти горшки вообще не реклама. Вы знаете прекрасно, что эти горшки я покупаю. Как только вижу их где-либо и когда-либо. Поэтому, как в них круто растут орхидеи, я не знаю. Вот в моих условиях я заметила вот эту систему автополива. У меня горшочки портер. Я тоже люблю пересаживать орхидейки. Они такого матового оттенка. И в них сложно уловить корневую систему цвет корней. Так, еще немножечко крупной коры. И вот эти, на мой взгляд, они более выигрышны тем, что у них просто проще посмотреть корневую систему. Как она выглядит в посадке. Замечательно. Дальше. Немножко протрясем. Теперь я в средний уровень кладу мох. Вот так по краям раскладываю, распределяя. Не комком, а распределяя. Он у меня мокрый, кстати, мох. Такой вот. Я вам сказала, что он прям мокренький, мокренький. Я его не отжимаю, потому что у меня тут сейчас все с корой в посадку войдет. И будет все классно. Вот именно такой состав грунта я использую в посадках для горшков Каппадоки. Именно европейских селекционеров орхидей. Азиаты пока я не пробовала пересаживать в горшки Каппадоки, но я думаю, что будет ничуть не хуже для них. Потому что они вообще растут в условиях с самого момента рождения, в условиях присутствия мха. И поэтому для азиатов, я думаю, это будет более чем оправданная посадка. Ну, там побольше мха, вероятно, я буду добавлять, если я буду пересаживать орхидейки свои азиатские в горшки Каппадоки. Все, добавляю слой за слоем. Всего понемножку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот, собственно говоря, что у меня получилось. Прям при вас снимаю перчатки. Послойность расположения компонентов грунта. Керамзит крупной фракции в два слоя. На керамзит кора крупной фракции 18-25. На нее немножко по стенкам мха увлажненного. Дальше расположила корневую систему и стала засыпать тоже крупные фракции коры. Потом добавила в средний уровень мха тоже увлажненного. Добавила чуть-чуть еще крупной коры. Затем у меня шел грунт из ее прежней посадки для того, чтобы быстро в течение 10-14 дней сделать микрофлору горшка правильной. То, к которой привыкло растение. Это добавляя старый грунт при посадке, мы в два раза сокращаем время, которое уходит на создание микрофлоры горшка и экосистемы. Так, далее ее грунт и сверху кора фракции 12-18. Чуть-чуть десертная ложка я добавила циона. Лишь только потому, что он у меня есть. Почвоулучшитель ионный. Натуральная питательная добавка. Когда попадает он на корни растений, по крайней мере, как заявляет производитель, он не поджигает корневую систему. По крайней мере, когда я использовала циона, добавляла в посадке к орхидеям, я не замечала, чтобы он как-то пагубно влиял на корневую систему. Развитие корневой системы при добавке циона в посадку особого вау-эффекта я не увидела. Вот что есть, то говорю. Потому что я уже его испытываю, слава богу, 4 месяца. И мне есть о чем сказать. Равно как посадки без циона одинаково развиваются, как и посадки с ционом. Все. Добавляю, потому что есть. Вот как... Давайте теперь просмотрим, как выглядит относительно посадки корневая система. Вот это то, про что я вам говорила. Где матовости нет, грани, конечно, они тоже немножко ухудшают обзор корневой системы. Но все равно мы все видим, да, и относительно цвета, пора ли поливать, не пора поливать, ну и так далее. Вот как корешочки выглядят. Учитывая тот факт, что в посадку шел увлажненный мох, сухая кора, и корни при пересадке были все-таки у меня мокрыми, Сейчас первый полив этой орхидеи у меня будет через двое суток после пересадки. Не через сутки, потому что мокрая корневая система. Сейчас, конечно, кора заберет лишнюю влагу с корней. Это будет правильным. Вот для того, чтобы нормализовать, да, вот именно уравновесить вот эту повышенную влажность корней. И абсолютно сухое состояние коры в посадке. Все. Двое суток, как я первые поливы делаю именно такой системой. Первый полив, система автополив в этом горшке у меня делается полным погружением горшка в воду. Вот так пару сантиметров до поверхности воды я не доливаю. Все. Вот так орхидея будет поливаться ровно два раза. Для того, чтобы мне орхиатку приучить. Ну как, она готовая, она влагоемкая. В принципе, эта готовая кора технологически подготовленная. И ей нужно меньше времени для того, чтобы сделать ее в посадке хорошо влагоемкой. Когда при поливах она будет принимать нужное количество, нужный объем воды для того, чтобы потом делиться этой водой с корневой системой растения. Вот как бы это мое видение и то, что я именно делаю. Потом, после двух погружений, интервалы я вам не могу сказать, между двумя первыми поливами этой орхидеи. Потому что все относительно температуры, влажности воздуха и освещения в местах произрастания наших орхидеевшек. По тому состоянию корней, которые я буду видеть, буду принимать решение о повторном поливе методом погружения. Третий, четвертый, пятый и т.д. и т.п. поливы у меня будут проливом по всей поверхности воды. И оставлением воды в уровне вот этой тарелки. В этом горшке я тарелку заполняю полностью водой. Полностью. Очень хорошо по керамзиту и коре, которая лежит на керамзите, плюс мох. Вода проходит более высокие слои посадки. Все, ребят, девчат, здоровья вам, благополучия, красиво, не правда ли посадочка? Все, и всем пока-пока!